Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия, Астин Сергеевича Николаева, в Республике объявлен режим повышенной готовности по новой коронавирусной инфекции, который продлён до конца месяца. Данный режим устанавливает правила и ограничения, которые должны соблюдаться на территории Республики. Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, ещё раз обращаю на них внимание и говорю о необходимости соблюдения как масочного режима в местах массового скопления граждан, так и социальной дистанции. Кроме того, необходимо обратить внимание на настоящий момент существующие правила, направленные на безопасность наших с вами как граждан на территории Республики. Оно связано с 50-процентным наполнением наших залов, учреждений и культуры, которые работают на территории Республики, а также с запретом нахождения одних детей в торговых центрах Республики. Необходимо обратить внимание, что на настоящий момент по данным управления Роспотребнадзора выявлено 238 новых случаев коронавирусной инфекции в столице нашей Республики. Зарегистрировано 52,5%. Это 125 случаев. Наиболее сложной ситуацией сегодня является ситуация в Мегино-Кангаласском УЛУСе, в связи с чем там в целом у нас зафиксированы случаи от 11 случаев. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент в Мегино-Кангаласском УЛУСе находится очень много лиц, которые либо непосредственно приезжают в УЛУС, либо переезжают, мимо проезжают УЛУСа. Хочу обратить ваше внимание на необходимость соблюдения норм. Сегодня достаточно сложная ситуация в Мегино-Кангаласском УЛУСе. К сожалению, сложная ситуация сохраняется в Татинском УЛУСе, где зафиксировано 12 случаев за последние сутки. На настоящий момент по 9 случаев зафиксировано традиционно в Алданском и Ленском УЛУСах. Связано прежде всего с работой тех, как и в Мирненском районе, с работой тех сотрудников, которые сегодня привлекаются на работу. Приходит в нормальную стабилизацию ситуация в Сунтарском УЛУСе. Тем не менее, 8 случаев зафиксировано, и они характерны для небольших населенных пунктов. В 20 районах республики сегодня зафиксировано от 1 до 6 случаев. И еще раз обращаю внимание, что наиболее сложными ситуациями являются Мегино-Кангаласское, Вилюйский, Усть-Алданский, Татинский, Амгинский и Сунтарские районы, несмотря на то, что есть определенная стабилизация. Уважаемые жители республики Саха-Якутия, Наиболее сложной ситуацией, которая сегодня складывается в учреждениях здравоохранения республики, является ситуация, связанная с увеличением количества пациентов в тяжелом состоянии. Их количество сегодня достигло 160. При этом на ИВЛ находится 37 человек. Поэтому напоминаю, что по особой группе риска у нас относятся пациенты старше 60 лет. Прежде всего, не получившую вакцинацию против коронавирусной инфекции. Еще раз обращаюсь к лицам старше 60 лет. Те, которые имеют хронические заболевания. О необходимости вакцинации, которая сегодня является своего рода барьером, для того, чтобы в последующем при заболевании, при возможном заболевании, пройти данный путь, соответственно, с выздоровлением. На настоящий момент из 86% случаев, из 100 случаев, 86% являются летальные случаи именно лиц старше 60 лет. Уважаемые жители республики Саха и Якутия, в республике продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции и вакцинация от гриппа. Первую вакцину в республике получили 357 372 человека. Против гриппа в республике уже привито 86 тысяч человек, что составляет 9% населения. Для начала нашего с вами осени, и она очень быстро у нас превратится в зиму, как мы все знаем, такое количество привитых от гриппа приведет, естественно, к возможным и вспышкам заболевания по гриппу. В связи с чем приглашаем вас на вакцинальный пункт учреждения здравоохранения для вакцинации от гриппа. Для получения вообще коллективного иммунитета по республике Саха и Якутия, значит, это 80% взрослого населения, необходимо привить около 200 тысяч человек. И при этом необходимо, соответственно, нарастить и темпы вакцинации, для того, чтобы у нас разгрузить как систему здравоохранения, так и, соответственно, решить вопросы, связанные с сохранением жизни на территории республики. На сегодня старше 60 лет вакцинировано 67 681 человек. Это 47,8% от общего количества. Я обращаюсь сейчас к жителям республики. Для защиты своего старшего поколения, бабушек и дедушек, матерей и отцов, провакцинируйтесь сами и провакцинируйте своих родителей. Сегодня после обеда будет принято решение городской санитарно-эпидемиологической комиссии по городу Якутску по продлению карантина по ОРВИ. Необходимо обратить внимание на то, что дети у нас сегодня составляют 20% от заболевших, как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. Говоря о заболевании детей, необходимо обратить внимание на тот факт, что на настоящий момент двое детей у нас сегодня в республике находятся в тяжелом положении. Поэтому хотелось бы, чтобы защитив наших детей, так же, как и лиц старшего возраста, мы с вами прошли вакцинацию.